А где Луиза? Да откуда мы знаем, где это ваша Луиза? Вы что вообще здесь себе устроили? Офигеть, это мама Луизы звонит. Вы что меня сейчас запугиваете? Ну я предупреждал. У тебя что, синяк что ли? Тебя просто делают какие-нибудь гадости, потому что ты и так их постоянно делаешь. Как думаешь, она будет? Не знаю. Зачем ты это всё придумал? Я уже сама жалею, что во всё это тебя впутала. Зачем мне это вообще надо? Надо было думать раньше. Да, надо было. Только мы тебя просили просто с Луизой в кино сходить, а не подставлять её. Разве я просила тебя об этом? Привет, ребята. Привет, ребята. Что это у вас опять произошло? Ничего. Конечно, прям ничего не произошло. Колитесь давайте. Да ничего не случилось. Что у тебя за привычка лезть в чужие дела? Ну, я же помочь хотела. Помогать будешь тогда, когда тебя об этом попросят. А пока не лезь не в своё дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Лин, а если она вообще не елится? Да. Похоже, сегодня она не придёт. Доброе утро, ребята. Записываю число. Классная работа. Так, тема. А, я забыла отметить отсутствующих. Так, Данил здесь. Маша здесь. Полина здесь. Семён здесь. Диана, где она отпросилась. Так, Луиза. А где Луиза? Она не отпрашивалась. Да откуда мы знаем, где это ваша Луиза? Вот именно. Мы над ней свечку нигде не держим. И где она ходит, не знаем. Да. Вы так говорите, будто мы виноваты в том, что она не пришла. А мы вообще не виноваты. Да, Юлия Викторовна. Если бы вы лучше следили за дисциплиной в нашем классе, то такого бы не произошло. Я просто спросила, никто не знает, где Луиза. Вы что вообще здесь все устроили? Ладно, никто не знает, где Луиза. Ладно, открываем учебник на 120-й странице. Данила, что происходит вообще? Ой, Маш, если бы я знал, никто ничего не говорит. Но одно мне совершенно ясно. Эти двое что-то скрывают. Ты про Полина и Семёна? Ну, конечно. Да, вот я тоже думаю, там что-то нечистое. Пришла у тебя спросить. Думала, ты знаешь, похоже, я зря пришла. Правильно мыслишь. Может быть, у них спросить, что происходит? Ага, так они и тебе и сказали. Я вот спрашивал, если ты понимаешь, о чем. Алло, да, я, офигеть, это мама Луиза звонит. Что, вы серьезно сейчас? Обалдеть можно. Да не заигрывала я с вашей дочерью. Да не боюсь я директора. Вы что, меня сейчас запугиваете? Пипец. Она даже на третий урок не пришла. Да не придет она уже. Почему ты так спокойно об этом говоришь? А что мне делать, истерить, как ты? Ты сама хотела, чтобы Луизка от Дани отстала. А что в итоге? Мне чтоб спасибо сказать. Я ж как лучше хотел. Дурак. За что мне тебя благодарить? За то, что у меня теперь подруги нет. Ой, привет. А знаешь, я даже тебя не заметила, что ты здесь. А ты чего такой злой? А я объясню сейчас, почему я такой злой. Если ты сейчас же не скажешь, что вы придумали. Я не знаю. Ну я предупреждал. Блин, надо было сразу ему сказать. Он же все равно узнает. Это все из-за тебя. Больше я тебе помогать не буду. Если бы ты на вечеринке закрутил с Валькой, то Егор бы до сих пор любил Луизу. И этой ситуации не было бы. Иди ты, раньше надо было так думать. А сейчас заварила кашу, а меня крайним выставляет. Так, я не поняла, а что здесь сидим, почему на урок не идем? Да, Юлия Викторовна, сейчас, извините. Что-то я переживаю за Луизу. Ее уже четвертый урок нету, и мама ее не отпрашивала. Может быть, ей позвонить? Позвонить? Нет. Ни в коем случае. Нельзя. Семен, у тебя что, синяк, что ли? Нет. Нет у него никакого синяка. Ну, в смысле нет, я же вижу. А, это Семен пошел на курс нанесения грима. Вот, учится. Вот скажите, я похожа на дуру или что? Нет, Юлия Викторовна, правда, я на курсе пошел. Какой-то бред. Алло, да, Анастасия Николаевна. Вам повезло, что директор позвонил. Только это вас послал. Да-да, Анастасия Николаевна. Нет, это я не вам. Все хорошо, да. Получается часть. Блин, мы почти спалились. Да, но про курсы ты это классно придумала. Давай замажем тебе этот синяк. Ну все, теперь хоть на человека стал похож. Спасибо, Полин. А вот и наши секретные операторы. Семушка, Семушка, солнце, не подскажешь, почему только что Юлька мне пригрозила поход к директору? Я без понятия... Тебе второй синяк поставить? Давай лучше сами скажите. Я так поняла, наши товарищи решили заснять Луизу и Данила, когда та пыталась привлечь его внимание. Это, конечно, хорошая идея, но Луиза сейчас сидит дома наказанная, Данил, скорее всего, пойдет к директору и только Полина в шоколаде. Пожалуйста, хватит. Я уже сама жалею. С тобой все ясно. А ты? Вот в который раз тебя ловят на всяких гадостях? Скажи, зачем ты все это делаешь? Меня попросили, я и делаю. А, то есть своей головы у тебя на плечах нет? Я просто отзывчивый. Нет, чувак, я тебя реально не понимаю. Тебя все больше ненавидят из-за этих гадостей. А, то есть гадости просите сделать вы, а ненавидят в итоге меня. Интересно получается. Тебя просят делать какие-нибудь гадости, потому что ты и так их постоянно делаешь. Но это не меняет того факта, что это была идея Полины. То есть ты считаешь, что ты не виноват? Абсолютно. Вы все такие же мерзкие, как и я. Ясно? Ты же обещал, что мы до конца будем заодно. Мне плевать, ты тоже свои обещания никогда не сдерживаешь. А вот здесь Семен полностью поддерживают тебя. Полина не умеет сдерживать обещания. Ты решил унизить меня вот так, при всех? Если ты не можешь решать вопросы по-нормальному, то и я не буду это делать. Если я такая неправильная, то почему мы вообще до сих пор встречаемся? Задаюсь тем же вопросом. Так не задавайся. Давай я тебе облегчу жизнь. Мы расстаемся. Даниил. Я тоже думаю, что мы расстаемся. Полина. Прощай. Я бы сказал тебе прощай, но, к сожалению, мы будем видеться каждый день на учебе. Да, точно. Прощаться рано. Этого бы вообще не пришлось сделать, если бы ты извинилась. Может, я бы извинилась, но не после того, как ты меня отчитал при всем классе. Ты в последнее время стала такой ранимой, а раньше ты даже не замечала, как слова могут сильно ранить человека. Вот Семен, например. Только не говори, что ты не унижал Семена. Я хотя бы это делал не просто так. Семен заслуживал. Я вообще-то все еще здесь. Отлично. Будь здесь. Заодно услышишь те вещи, которые заслуживаешь услышать. Ну да, ты же идеальная. Да, я тоже так думаю. Спасибо, что заметил. Семен заслуживал? А кто сказал, что ты можешь решать, кто заслуживает издевательств, а кто нет? Ты что, бог? Главнокомандующий? Я адекватный человек. Один из немногих в этом классе. А как по мне, с адекватностью у тебя проблемы. Ребята, прошу, хватит. Зачем столько грязи и оскорблений? Давайте просто разойдемся по домам и подумаем о произошедшем. Да что тут думать? Все разрушено благодаря одному. Ой, прошу прощения. Двум людям. Все кончено. Субтитры сделал DimaTorzok